Вы помните этот случай, когда стоял знак, а разметки не было. Вот вам уже разметка. Вот знак. Но сюда заезжают и становятся другие машины. Мусора, выполняйте свою работу. Заезжаете и вперед. Право дорожного движения. 30.3. В скобках Г. Поняли? Вы говорили, что такого не существует. Существует, блядь. Вы мрази, сука. С песом это все делаете, блядь. Беспорядок в городе. Смотрите, вот они не подошли даже. Он их вызвал, они не подошли. Стоит знак инвалидного движения. Да. Где вы сейчас? В Днепр. Вы живете в Днепр? Да. Бачите, молодец. Вот так надо, говорит мальчик. Здравствуйте, Украина. Город Кривой Рог. Это девятая часть. Супермаркеты. Стоянки для инвалидов. Бесплатные, оборудованные, специальные стоянки для инвалидов. Вы поняли, услышали? Есть правила дорожного движения. Повторяю. 30.3 скобка Г. Специально, бесплатная для инвалидов. Так вот. Вот эти барыги там и придурки, которые заезжают на эти вот места для инвалидов. Еще и борзеют. Так вот. Я сделал рейд по этим стоянкам. И что вы думаете? Сколько быдло? Это ужас. И они еще скандалят, что это все для инвалидов. Ты тоже хочешь быть инвалидом? Получи. Будешь инвалидом. Ну, на коляске. Понял? Не на автомобиле. Так вот. На ласточке стоял знак для инвалидов. Супермаркеты. А разметки не было. Я у одного охранника, как у него написано, вообще на самом деле, а не сторожа. Так вот, для того, чтобы ответить мне, что это за организация, он вызвал на меня полицию, чтобы я не задавал вопросы. И вы видели, подъехал автомобиль ихних охранников. Но полиция пошла на контакт с журналистами. Я им объяснил правила дорожного движения, показав свои посвечения журналиста. Вы поняли? И они начали делать обход. После этого я написал заявление патрульную полицию, чтобы дал имени Витпови информационный запрос заявления. Есть такие. Мне дали ответ. Так же ж я, висполком, обл. администрацию. Это вы меня сейчас слышите, что просто так ничего не делается. Это все делается умышленно. Чтобы ничего у нас на местах не было. Ни для бизнеса, ни ремонта дорог, ни бурьян убирали. Это все валят, разваливают. Специально вот эти отряды, вот эти охранные агентства, бывшие мусора, прокуроры, судьи. Они там все засели. Почему они засели? Они делают преступность, чтобы потом открывать себе эти организации. Так вот. Что я хочу сказать? Вы думаете, что просто походил и на этом все закончилось? Нет. Я вам только что перечислил. Что нужно делать? Куча у меня ответов, писем. И все-таки они нарисовали. Вы видели эту разметку. Это работа. Это не просто так ходить языком, трепать. Так вот, чтобы вы понимали. Я если что-то начинаю делать, я до конца довожу. Разметку поставили, но все равно туда заезжают. Нехорошие люди. Так вот, я говорю вам, нехорошие люди. Есть постанова кабинета министров, чтобы вы потом не пиликали. Там четко, ясно написано. Эвакуация транспортного средства на штрафплощадку. Если ты стоишь на парковке, там где стоят инвалиды. Вы теперь поняли, чем вам это пахнет. Эвакуация. Платите 2000 за эвакуацию. Потом посуточно платите за стояночку. И чтобы вы беса не гнали. Поважать надо друг друга. Вы поняли? И война никогда не будет начинаться. Чтобы потом ее заканчивать. А вам всем мира. Продитесь и размножайтесь. До скорых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube канале Принимаем помощь Хоть маленькую копейку Реквизит в описании под видео